Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Я сегодня на грибной разведке. Будем искать степные грибы. Ну, может быть, еще по подлескам пройдусь, поищу зимние опята и вешенку. Сейчас вот я нахожусь на холмах таких для грибников в Арминской области. Это Рассашанский район будет. Такие здесь места. Вот это паспище, склоны, холма. В этом месте я находил шампиньон луговой, огромных размеров. Но сейчас здесь шампиньона, как видите, нет. Бывали здесь синеножки, мухомор, витадини. Также я находил в этих местах несколько лет назад. Но в прошлом году здесь не было вообще ничего. Никаких синеножек, ничего. Не шампиньонов. Посмотрим, что в этом году будет. И вот первая рядовка лилово-ногая на сегодня. Синеножка. Смотрите. И она тут не одна. Вот. Рядом маленький рос. Грибок. Но поищем. Я надеюсь, будут сегодня синеножки. Ну, походил, кроме вот этих двух грибов, я не нашел ничего. Попробую в другом месте походить, поискать. Ну, с синеножкой сегодня мне не повезло. Вот. Попробую поискать вешенку и зимнее опято. И вот вешенку уже, видите, затопило. Вот она росла. И уровень воды поднялся. И теперь она под водой большая часть. Но я ее не буду, наверное, пытаться доставать. Боюсь вымакнуть. Пойду поищу более доступные грибы. А вот встретилась фламмулина. И вот эта фламмулина, я считаю, что это, скорее всего, фламмулина эластика. Не велютикес. Ну, в данном случае, различий вообще никаких нет. У этого гриба. В определенные погодные условия он выглядит, бывает, очень, очень сильно по-другому. Эти старые грибы. Старые грибы, они... Старая фламмулина. Она друг на друга очень похожа. И различать их не представляется возможным. Смотрите, какие мощные ножки. Грибы, хоть и старые, но их можно размочить. И они будут как свежие. Вот эти вот сильно старые, конечно. Ну, пожалуй, тоже возьму, размочу. Выбора-то пока особо и нет. А вот эти вот росли в темноте, и у них светлые шляпки, как у фламмулины фена. Но и то они такие рыжеватые. Потому что шляпка была прикрыта полностью от света. А ножка... Вот ножку, кстати, свет на нее попадал, и она коричневая. Вот еще фламмулина. Мощные грибы. Вот они еще... Вот именно на крупных старых ивах у основания растут вот эти грибы. Вот эта фламмулина огромная. А вот еще, смотрите, тоже вот эти вот грибы. Я считаю, что это фламмулина эластика. Кто-то может, конечно, со мной не согласиться. Но разница фламмулины бархатистоножковой и эластика такая довольно-таки большая. Шляпки более мясистые. Вот они. Ножки какие. Вон еще молоденькие. Оставить подрастать их. Смотрите. На ощупь они такие эластичные, как резиновые немножко, что ли, в отличие от фламмулины бархатистоножковой. Хотя ножки тоже бархатистые. Вот старые вообще не отличить. Просто я на этих местах эти грибы уже который год отслеживаю. И они часто принимают такие формы, что от бархатистоножковой не отличить. А часто вот они прям сильно отличаются. Особенно пока молодые. Красавцы. Мощные. Вот смотрите. Это ж я был вот здесь снимал. Вот срезал фламмулины. И вокруг дерева обошел. Так как кто-то срезал, что ли. Непонятно. Ну и бросили. И вот они. Вот фламмулины. Вот. Размочу. Они сухие. Молодые, но сухие. Размочу они будут как свежие. Фламмулина эластика. Солнце за свет создает. А вот посмотрите какие вылезли. Вот. И вот. Вот эти. Эти сухие. Попробуйте. Ах, кору. Отломать. Вот. Хорошо. Вот еще. Фламмулина эластика тоже. вот еще фламулинах бархатиста ножковая встретилась показать и вот и эластика а вот смотрите эластика и фламулина бархатиста ножковая в них у них практически разницы то нет ну вот смотрите то есть ну разница есть конечно небольшая вот у эластика шляпки такие более закругленные такие мясистые видите хоть и хоть и уже такие довольно крупные но закругленные такие мясистые бархатиста ножковая вот такого же размера в общем-то их сложно различать между собой больше даже больше различия такие на ощупь такое интересный гриб где-то мне попадалось каком-то наверно польский какой-то канал был youtube нет не канал где-то сайт какой-то был да на каком-то ресурсе мне попадалось что вот эту вот эластика приняли вообще за фламулину фены не особо конечно они похожи хотя сходство блин он такой иногда он очень похож на фену иногда он очень похож на фламулину велютипес такой неоднозначный гриб я вот друзья впервые вижу что здесь кто-то ходил срезал вешенку вот молодые грибы остались вот срезанные это не я ходил обычно я как-то хожу и следов грибников никогда здесь не обнаруживаю вот кто-то решил выйти на тихую охоту ну берут берут только вешенку зимние опята похоже не знают что хорошо для меня вешенку вот эту возьму встречная вешенка ты вот эту можно размочить а вот еще друзья фламулина эластика вот поражает знаете такое что вот ту фламулины велютипес ножка может быть бархатистая и шляпка будет рыжая да вот также ножка может быть светлая если света нет и шляпка будет светлая а у эластика может и ножка может бархатистая быть и плита и при этом и шляпка как-то вот белесая какое-то время я думал что такие мощные фламулины вырастают из-за субстрата из крупной древесины но потом впоследствии я находил на таких же больших крупных ивах у основания корней обычную фламулину на обычных ножках также находил у основания корней крупных ив и дубов фламулина фена тоже с обычными ножками были конечно и мощные достаточно ножки но при этом но они были не такие мощные может парочка грибов такие были мощно у них были и ножки при этом они были толстые мощные но они были еще и длинные различия фламулины эластика и фламулины бархатистая ножка вы мне кажется то же самое что пробовать различать осенний опенок толстоногий клубненожковый если северный осенний опенок настоящий который северный его хотя бы можно различить по произрастанию на определенном субстрате да на каком-то на живых березах к примеру в отличие от толстоногого и клубненожкового то тут уже просто по внешним отличиям и не всегда они отличаются довольно таки хорошо от фламулины бархатистая ножка вы эластика часто часто просто потому что знаю что здесь вот они растут находивых они выглядели так совершенно по-другому чем фламулина бархатистая ножковая поэтому знаю что это они вот еще фламулина эластика почему я их отличаю опять будут вопросы и будут скорее всего писать что они ничем не отличаются их нельзя различить фламулина эластикой фламулина бархатистая ножковую ну вот скажем так просто мне довелось пощупать увидеть как растут фламулина фена фламулина велютипес фламулина эластика и фламулина она не есть которая растет на лугах и сегодня кстати пробовал искать но не нашел пока нет жду когда выпадет снег а потом растает и я думаю она должна сойти в рост обычно где-то в декабре луговая фламулина у нас появляется вот эластика появилась наверно где-то с неделю назад просто я не пришел за ней когда первые грибы появились вот еще смотрите грибы какие о вон вон молодые лезут далее и вот еще да что ничто не предвещало сегодня удачи корзина вряд ли будет полная но грибы есть еще фламулина засыпать это все листвой дальше растут вот смотрите фламулина гигант пусть подсушенная выглядит как-то так старенько но кто собирал фламулину зимние опята тот знает что эти грибы можно размочить и они будут выглядеть как свежие фламулина хоть бархатистоножковая хоть фена хоть эластика хоть фламулина анонидис любая фламулина она может восстанавливать после засухи свою структуру и также после морозов если гриб еще не успел высыпать споры то он восстанавливается продолжает идти в рост пока не выполнит свое предназначение не вы не высыпет споры кто-то тут их срезал и побросал не знаю не знаешь грибу человек трогать зачем срезать оставь другим грибникам кто-то здесь ходил видимо тот тот кто вешенку посрезал да вот еще красота красота фламулина эластика вот такой вот друзья итог две синие ножки но одна там очень маленькая я ее сейчас не найду фламулина эластика немного фламулины бархатиста ножковой было еще я ее тоже среди эластики сейчас и не найду не откопаю это вот самый такой мощный такой фокусируется это вот такой самый мощный такой богатырь такой среди фламулины толстяк крепкий такой толстяк вот такой вот ток сейчас приду домой размочу и покажу вам вот они зимние опята я их уже часть размочил перебирал и бросал воду часть бросил недавно еще вот не не размокли некоторые счет только только попали в воду но по большей части те которые в самом начале я чистил мыл и бросал воду они уже вот как свежие вот этот был вообще такой засушенный тут таких под подсушенных прям сильно было много довольно таки вот они восстанавливают свою структуру в воде просто вот так их воду замочили подержали немножко вот этот этот еще не размок сейчас я выключу камеру немножко не по размокают я включу покажу снова вот так вот получилось грибы размокли вот этот был сильно сморщенный сухой поэтому морщины у него на шляпке как бы вот остались но все равно выглядит как свежий с морщинами старика свежий такой гриб вот этот вот тоже вот он морщины остались а сам гриб размок и выглядит как свежий ну пластинки если у кого уже такие рыжие стали они конечно цвет не поменяют на белый а так вот смотрите и вершинка вершинка тоже вот размокла такая молоденькая стала синяя ножка синяя ножку тоже сюда же бросил хотя и вот вот синяя ножка от размачивания только хуже стало выглядеть в отличие от зимних опят такой вот итог ну все теперь их можно после этого жарить можно суп варить ну сушить конечно какой смысл тогда их размачивать если сушить вы собираетесь вот смотрите тоже сморщенный весь был засушенный размок молоденький стал остались только вот морщины на шляпке такой вот итог всем удачной тихой охоты пока а а а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон»